С умным освещением нашему оператору сплошная морока. Инженер, управляющий компанией Победителя, то видно, то не очень, зато жителям хорошо. Да, конечно, безусловно, экономия на лицо имеется в разы. На каждой площадке две лампы. Одна включится только в темное время суток. У второй – постоянный тусклый вариант, чтобы жильцы могли элементарно увидеть посетителя в глазок. Ну а если пошуметь или топнуть ногой… Наше движение недостаточно, он его не ощущает, он начинает тухнуть. Антивандальные, светодиодные служат дольше, энергии потребляют меньше. К тому же установили систему не за счет жильцов, а за счет аренды. Этих же денег хватило на установку индивидуального теплового пункта в подвале 78-го дома. В осенний и весенний период температура отопления, подаваемого в дом, в зависимости от наружной температуры регулируется. Чем холоднее, тем теплее. И, соответственно, наоборот. Чем теплее на улице, тем слабее греют радиаторы. По этому новшеству жильцы существенно экономят на тепле. Плюс вода не из батарей, как у всех горожан, а более чистая. По сути, холодная, нагретая на тепловой трубе. К такой системе все дома обязаны перейти в ближайшие годы. До 1 января 2022 года мы все должны перейти в закрытую систему. Открытый водоросбор в сети запрещен. Надеяться на то, что откуда-то свалятся какие-то бешеные деньги, я бы не стал ждать. Потому что если будем ждать, то маловероятно, что 1 января у нас будет везде охвачен 100% закрытая система горячего водоснабжения. За то, что не брали лишних денег с жильцов, а комфорта и экономии наоборот добавили, управляющая компания получила сразу три победы в окружном конкурсе энергоэффективности. Кстати, планов по этой линии много. Установить на домах дистанционные счетчики по воде. Одни забывают сдать показания, другие врут, третьи ставят магниты, а убытки, по сути, ложатся на плечи всего дома. Эффективно нужно использовать не только коммунальные, но и денежные ресурсы. Наталья Платонова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск».